ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Только около 20% российских автовладельцев собираются в этом году приобрести другую машину. Соответственно, 80% опрошенных порталом ДРОМ даже думать боятся о смене средства передвижения. Таков итог бурного роста цен на автомобиле, который наблюдается уже много месяцев. И это еще не предел, уверены эксперты. По итогам 2022 года стоимость новых авто может увеличиться минимум на 10-15%. Шутка ли? Если взять, к примеру, самую недорогую новую легковушку Ладу Гранта, то ровно год назад она стоила минимум почти 500 тысяч рублей. Сейчас от 600 тысяч. ТРАССА СТО ОДИН Одна из страховых компаний озвучила пятерку наиболее аварийных российских городов. Москва и Питер в перечень не попали. Почему? Потому что страховщики взяли не число ДТП, а процент пострадавших машин от общего количества транспортных средств. Вот и вышло, что лидерами являются Казань, Челябинск, Екатеринбург, а также Нижний Новгород и Волгоград. Самым безопасным городом признана Самара. ТРАССА СТО ОДИН Компания Ниссан начала принимать заказы на Pathfinder нового поколения. Цены на внедорожник стартуют с нескромных 4 миллионов 285 тысяч рублей. За топовую версию придется заплатить минимум почти 5 миллионов. Машину оснастили прежним бензиновым шестицилиндровым мотором объемом 3,5 литра, мощностью почти 300 лошадиных сил. А вот на смену вариатору пришел 9-ступенчатый автомат. ТРАССА СТО ОДИН На самом деле у меня свой бизнес, а таксую я так для души. Оказывается, и в этой шутке, часто упоминаемой в интернете, есть доля правды. Среди таксистов действительно немало предпринимателей, около 10%. Только вот бывших, закрывших свое дело. Это показал опрос, в котором поучаствовали несколько тысяч московских извозчиков. Чаще всего, 21%, таксистами становятся выходцы из транспортной сферы. Много там бывших торговцев, айтишников и строителей. Есть экземпляры, хорошо разбирающиеся в финансах, юриспруденции, управлении и рекламе. ТРАССА СТО ОДИН Компания Ford разработала новое дополнительное оборудование для своих автомобилей. Это складной квадрокоптер, который пригодится водителю при движении по труднодоступной местности. Устройство после запуска оценит ландшафт и подскажет шоферу наиболее оптимальный маршрут следования. Ожидается, что разработка пригодится в первую очередь транспортным компаниям, которые занимаются доставкой грузов в отдаленные населенные пункты. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН